Почему в первой части Махамантры вначале идет Харе Кришна вместе, в конце первой идет Кришна Кришна и Харе Харе отдельно, и во второй части они тоже Рама Рама и Харе Харе тоже отдельно. В первой части я буду говорить о том, что здесь пары, как две пары, в группе в группе Харе Кришна и Харе Харе, и во второй паре, почему это пары? Да, они говорят, что раса есть двух типов. Один — это мир, один — это сепарасан. Потому что раса бывает двух видов — встреча и разлука. Да, все в Махамантре. Все в Махамантре. Есть сепарасан и мир. И разлука, и встреча. Когда сепарасан, как Кришна, Он оставил всех в Раджаваси, Он пошел к Матхура, Дваракан. И с сепарасаном они полностью обсуждены. Когда сепарасан, то Кришна наставляет всех в Раджаваси. Они полностью погружаются в разлук и думают только о Нем. Есть также Милан встреча. Поэтому в Махамантре есть и встреча, и разлука. В Махамантре, Бхактимонатхакур, Гопалгур, Ладжива Госвами. Они дали разные значения, много значений в Махамантре. Ах, 64 видов значений в Махамантре. Нас есть книга, Харикришна Махамантра. Наш Гурдов опубликовал в Раджаваси. Можешь почитать, там все подробно написано. Я не знаю Россия. Да, один из первых книг в России. Да, сегодня она написана, «Откришна Махамантра» История. Да. Не знаю в Ватphар. Да. Да. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Почему? Потому что она единственная из Мадураваси, кто участвовал, увидел все игры во Вриндаване. Несмотря на то, что она жена Васудеба Махараджи, ей довелось быть на рождении Кришны, довелось участвовать в этом празднике. И она видела другие игры Кришны, поэтому ее называют Махапага, единственная из Мадураваси. Когда родился Кришна, прибежали все жители Вриндаване и пришли музыканты. Музыканты делятся на три категории, как описывают. Это барды, которые поют, прославляют в стихотворной форме различные праздники, прославляют Кришну. Суты прославляли на музыкальных инструментах, которые прославляли этот праздник. Магады, они обычно прославляют род, когда рождается, то Магады прославляют род, поколение. Какой великий у тебя пребст, прадед был, какой у тебя великий дед был. То есть он прославлял Параджаню Махараджу, он прославлял Нанду Бабу и весь род Кришны. Нанду Бабу был очень рад тому, что как раз вовремя пришли эти музыканты. На чем живут эти музыканты, думал он. Конечно же, на том, что они поют песни. Он тоже стал задаривать их подарками. Он подарил так много украшений, новые одежды, самых различных подарков, что они все были удовлетворены. И все праманы были удовлетворены. Они все отказывались уже до них подарков. Все, этого достаточно. Вот этого мне точно достаточно. Достаточно, достаточно. Все были удовлетворены. Продолжение следует... 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 И весь мир был проведен, как Путана, Шаката, Сур, Бхамасу, все демоны проведены. И это было решено, что дети были родны, потому что Дурга сказали, что ваша убийца была родна где-то. Поэтому, если вы хотите, чтобы убить все дети, которые были родны в последние 10 дней. И если дети были родны, то они должны быть родны, они должны быть родны. Потому что дети были родны. Поэтому Путана был решен, чтобы убить все дети, которые были родны в последние 10 дней. И это был результат этого встречи. И Путана пошла в search of the babies. Все жители Враджи были безумно счастливы. Нандабаба прежде не платил налогов Камсе. Они жили достаточно простой жизнью с Ешотой. И их не совсем заботило, что о них думают другие. А когда родился Кришна, тут уже нужно было позаботиться о будущем. Уже заниматься хозяйством и удовлетворять высшестоящие власти. Поэтому Нандабаба задумал, чтобы... Так как у нас везде есть шпионы, матурские шпионы. И поэтому задумал заплатить свой ежегодный налог. Шпионы доложили о том, что Нандабаба едет в Матхуру платить налоги. И эта вещь дошла до Васудеева Махараджа, так как у него тоже свои люди есть. И он был рад встрече с Нандабабой. Когда Нандабаба приехал в Матхуру, то произошла встреча. Нандабаба посетил Васудеев Махараджа, между ними был разговор. Затем мы вернулись немножко в прошлое. В тот момент, когда Васудеев Махарадж пришел и принес маленькую девочку. От Ешоды Маев Маскура. Когда он зашел в темницу, то двери темницы опять закрылись. Все засовы задвинулись, все оковы закрылись, как ни в чем не бывало. И только тогда маленькая девочка первый раз заплакала. Проснулись стражники, сбежал Камса. Увидев маленькую девочку, сначала он оторопел, потому что это девочка. А потом, когда ему был богиня, говорили, что это будет мальчик или девочка, он взял ее за ножку и уже хотел со всей силы разбить о камень. Но эта девочка выпахнула у него из схватки, и перед ним предстала его почитаемая богиня Дурга. Камса всю свою жизнь поклонялся Дурге. А тут перестала его богиня и со всей силы пнула его в долг. Кто-то увидел сразу картину звездного неба средь белой дня. И когда он начнулся после этого кино, понял свое жалкое положение, о том, что всего какой-то маленький владенец, девочка, его так пнуло, что ему мало не показалось. И кроме того, эта девочка, его богиня, оказывается дочерью тех, кого он посадил в тюрьму, ему стало еще хуже. Поэтому он срочно стал просить прощения у Басудев Махараджа и у Деваки и освободил их из темницы, чтобы не получить еще больше от их дочки. Но после этого он собрал собрание своих министров, чтобы обсудить и спасти положение в своей жизни. Богиня же Дурга ему объявила, что твоя смерть родилась в другом месте. И поэтому Камса просто не находил себе места, не зная, что теперь делать. Министры подсказали ему обратиться к Путане, которая жила тем, что пила кровью младенца. А Путана пообещала, что оно бьет сейчас всех младенцев мальчиков, которые родились около десяти дней. Всех девочек принесет в Матхуру, а всех мальчиков младенцев убьет. So now Путана, she came to brush. Путана локабалагни, ракша-сирудракшана, ягам саяпистанай, харам араястанам датвапа садгатим. So this Путана, she's локабалагни. She was very impure demon. Пута means pure, and Na means not. One who is not pure, that is called impure demoness. But as we know that wherever even the Naam-sankirtan of Hari-Ram is going on, that place even the demons like Pутана is not coming. Pутана actually is not a particular demon name, actually it is a class of demoness called Pутана. They're actually the class of demons called Pутана. So this class of demon, this particular demoness by name Pутана came, she does not generally go to where Harinam-sankirtan is going on. But what to speak of Harinam-sankirtan? Here Bhagavan Hari himself has appeared, but she was allowed inside Braj. Why she was allowed? Because this was the plan of Yoga Maya. Because unless Pутana would come, Pутana would not come, past times would not take place. So generally speaking, you can see in Chaitanya Mahaprabhu's past times also, Jagai and Madai are Hiranyakshiranyakashyapu or Ravan and Kumbhakarna. But these great demons like Jagai and Madai, they were allowed in Chaitanya Mahaprabhu's past times. They were allowed to play a role like that. Because some past times of Mahaprabhu had to be revealed. The mercy of Nityananda Prabhu, the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, the mercy of Navad-Div-Dham had to be revealed to the world. So it has been told by our Acharyas that all the demons who oppose in Krishna's past times, they actually have, they are very special demons. They are not ordinary demons. So Puthana, when she came, there actually the demons are assistants in Krishna's past times. They are also playing a role there. And they have a role to play. So when Puthana came, she dressed very beautifully. She had wonderful silk sari, she had tilak, and very beautifully hair braided, so many wonderful flowers, earrings, necklaces, girdles, and she was looking so charming, so attractive. And her hair were decorated very beautifully, with long braid and everything. And seeing that, her beauty, everyone was stunned. Rohini, Yashoda, all they were stunned. They felt that as if she is the next goddess of fortune. She is like Lakshmi Devi. Because they had heard that Krishna is like Narayan. Krishna is like Narayan. Oh, so if Krishna is like Narayan, then his wife, Lakshmi Devi must have come to meet him. So therefore they thought, Oh, let this Puthana come. So they, the Puthana came, and she took baby Krishna in her lap. Actually, if some stranger will come, and take your baby in the lap, will you not be alerted? But actually, all the Prajavasis, looking at the beauty of Puthana, she was so stunned, they thought, this is goddess of fortune, or some heavenly damsel, or some Devi, who has come, and was taking her, worshipable Krishna in the lap. So therefore, no one objected. and Puthana then took baby Krishna in the lap. Puthana. Puthana обозначает чистая. Na обозначает как раз наоборот. Puthana то есть абсолютно нечистая. Puthana это не имя. Это определенный класс демона нечистя. Puthana наверное что-то вроде Baba Yagi потому что такие они живут не в цивилизации и питаются человеческой кровью. Puthana вот один из таких представителей которого говорят, что была сильна как 10 тысяч слов и даже Камса с ней не мог справиться. Он был выбран тем, чтобы убить Кришну. Возникает вопрос каким образом такая нечисть могла появиться во Врадже. там где просто повторяют именно Кришну там даже обычных рядовых привидений не будет. Не то что кого-то более сильного. но Puthana почему-то смогла войти во врач который охраняет сама Yuga Maya от всего. и и наш Yuga объясняет что все демоны которые участвовали в игре Кришны они все помогали Кришне совершать его подвиги а иначе как бы Кришна показал свою славу. Таким образом Yuga Maya делала так что когда у Кришны появлялись желания совершать подвиги она Yuga Maya запускала по одному туда демона. И путана для того чтобы попогромче просит путана для того чтобы войти и быть принятой обратилась в красивую женщину где она мог допустить иллюзорную энергию она была божественно красива у нее были как Махар сказал красиво уложены волосы шелковые сары красивые сережки она выглядела просто как богиня Удай богиня процветания и поэтому в Раджаврасе совсем не испугались когда эта нечисть появилась во Раджах какая мать отдаст своего ребенка постороннему человеку в руке а Ишота моя видав Путину просто обомлела от красоты она же слышала что про Кришну говорили что у него качественное Раджаврасе на Райне соответственно он должна возможно придет Лакшми придет прекрасная богиня процветания которая является супругой моего сыночка и поэтому завидев Бутам все жители Раджа были рады видеть и счастливы они дали маленького Кришну вверх руки с и Мутана пришла к Браджу и Богдан Стре Крисна, который был в Мутане, и он закрыл его глаза. Почему бы Крисна закрыл его глаза? Есть много причин для этого. Шрилу Вишна Чагатхагурпад, который был врачом, который был в Бхагватам, который был в Амвар Сампратаре, Гауди Сампратаре, и также Шри Валабахарджан, который был в Пусти Марга Сампратаре, Вишну Свами Сампратаре. Они уничтожили очень прекрасные причины, почему Крисна, Беби Крисна, 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 он закрыл его глаза на seeing Путана. Первое причина, это значит, что это наше чувство. Беби, которые выжили, чем 6 месяцев, они закрыли глаза. Особенно, когда они видят что-то страшное, они просто закрыли глаза. Путана была очень страшная, очень страшная. Поэтому, Бхагаван, Шри Крисна, Крисна, он закрыл глаза на seeing Путана. Второе, что Бхагаван думал, что она пришла к Браджу, и ее бизнес, что ее квалификация, Крисна, Крисна, Крисна и Крисна. Она уничтожила детей. Теперь, кто они уничтожили в Браджу? Они все гопы и гофи. И она пришла к нему, что она уничтожила ребенка и гофи. О, как обоминабельно. Я даже не хочу посмотреть на ее face. Также, Бхагаван, он закрыл глаза, потому что он думал, что эта путана была в форме своей мамы. И мамы, как я могу уничтожить ее? Потому что, если женщина, как она уничтожила, то я должен уничтожить ее? О, я не могу. Поэтому Бхагаван закрыл глаза. Бхагаван... То есть, как я могу удовлетворить ее, я не хочу посмотреть ее, поэтому Бхагаван закрыл его глаза. И также, нет иллюзивности, то есть, нет иллюзивности формы остаются в предыдущем Бхагаван. Поэтому, Бхагаван сказал, что очень скоро ее реальность будет revealed, и ее true форму будет revealed. Поэтому Бхагаван закрыл его глаза. Итак, когда Путана вошла в дом Нанды Бабы, Нанды Бабы тогда не было, он был в Матхуре, были только одни женщины. Кришна, зная, что вошла в Путана, закрыл свои глазки, он не хотел на нее смотреть. Кришна, все знают, что это значит. Кришна, все знают, что это значит. Они являются частью нашим инсцентентом. Скоростью кролицы. Я собираюсь Growers. Я собираюсь в много места, многие люди, которые будут слушать, они нужны все для того, чтобы я услышала, чтобы я ходила на свои вещи. Я живу боли, насколько это важно. Я даже использую кровь. Когда, если, корма, я хочу знакомить все, И он легко может рассказать вам о том, что он годы потратил на то, чтобы с разных мест собрать эти вкусные вещи. Если вы не будете записывать, то вы забудете. А так у вас будет возможность, когда не выдавать харикатфу, просто открыть эти записи, чтобы получить все готовое. Я хочу... Сколько пришел ? Сколько��면? Н poderia сказать prostate белый? Я хочу те, кто-то поступает�ем backed Alanу. Продолжение следует. Они говорят о том, что сейчас в городе был Галдия Мат. Я хочу, чтобы каждый из вас был Гаудио Мат. Да? Прошу? Прошу. Вы также потратили много денег. В итоге, когда вы в�ете, вы думаете, что я получил, что я получил много денег. Вы же потратили много денег просто так, нужно обязательно забрать с собой это. Да, после 7 дней, я думаю, что я получил много денег. И в арикатах, каждый день вы можете посмотреть на эту арикатах. Да. Да. Мужчины должны поставить перед собой цель, чтобы обязательно достичь того уровня и принять саньясу. Да. Почему эти 4 ашрамы? Брахмачари, Гриас, Бархас и Ниас. Все эти 4 ашрамы, Ниасари, Крамм, быстро, 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 быстро. Это естественный порядок для духовного развития, когда ты проходишь все ашрамы. Это не значит, что ты женился сейчас и все это теперь на всю жизнь. Это будет застойно. Прекрасно. Нужно ставить в уме эту цель о том, что вот я сейчас за ней приживу так, потом, возможно, у меня будет семейная жизнь. Но, в конце концов, мне нужно уйти из семьи и быть саньяси. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Все женщины саньяси. И все женщины то же самое касаются. Да, да, да. Итак, когда маленький Крышна закрыл глазки и не хотел видеть путаные, какие причины лежали за этим. Во-первых, такова природа детей. Когда они видят что-то плохое, они отворачиваются, им это неинтересно. А Крышну какая иллюзия может сбить стол? Он прекрасно знал, кто заходит, какая нечисть появилась там в дверях. Он не хотел на это смотреть и просто закрыть глазки. Это первая причина. Вторая причина. Он знал, чем занимается путана. Он знал, что она кушает на обед, на завтрак и на ужин. О том, что она пьет кровь владельцы. Он знал о том, что она пришла сюда во врач для того, чтобы убить его друзей. Кто для Крышны будет дороже, чем его друзья? Поэтому он не хотел смотреть в ее лицо даже. Третья причина в том, что путана, несмотря на то, что пришла убить Крышну, она все-таки играла роль его матери. Она внешне прикидывалась матерью Крышны. То есть она хотела, когда Крышну, взять на руки и накормить ее своим молоком. И Крышна думал, если она хочет быть моей матерью, то как же мне ее убивать потом? Ему нужно будет убить, но ребенок не может убивать свою мать. И чтобы вот этого не было, чтобы это не было привязанности к ней, он закрыл глаза. Он знал, что вот она сейчас примет, когда он будет высасывать ее жизненную силу. А когда выходит жизненная сила из тела, то описано, что это неимоверно больно. Это как будто тысячи скорпионов кусают тебя одновременно. Очень больно, когда жизненная сила выходит. И поэтому он знал, что она сейчас будет источна орать и делать все для того, чтобы бороться за свою жизнь. Она примет ужасные, чудовищные формы, и поэтому Крышна закрыл глаза, чтобы этого не убедить. И третья, Крышна прекрасно знала реальность. Никакая иллюзия не может Крышну вести в заблуждение. Он знал, что это демонница, а не мать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему Бог виступать глаза? Потому что Путана послетит сгибридой, она является самым эфидом, пустоаном, что она является самым эфидом, невозможно, а в то же время церкви и афидом. Но это тетки, она хочет привлечь к Крышну. И твое первое, она может видеть к кристаллу. Но в линии и билии саттх síркришна... Биллион и биллион в небе игры там, а или человеческие и материальные... Ек-пад-вибути, три-пад-вибути, as we discussed in the morning, is present in the belly of Krishna. So if Krishna drinks the poison, then what will happen? All the universes, everyone will die, because everything is in the belly of Krishna. Then Krishna said, Oh, I don't want everyone to die. I want that people should survive. So therefore, it is not my job to drink poison. It is the job of Lord Shiva to drink the poison. So Bhagavan closed his eyes, and he said, Oh, Shiva, come, come, come. You are very expert in drinking poison. You already have drunk it once. So please come and drink this poison. I will drink the milk of Putana, but you have to drink the poison. So this is one reason Bhagavan had closed his eyes. The other reason that Bhagavan had closed his eyes, was that Bhagavan, he closed his eyes, and began to meditate. He began to think, that millions and millions of lifetimes of Sukurti, still one is not able to chant Harinam at a time of death. But this particular Putana, she is taking Krishna in the lap, and taking Krishna in the lap, she is going to die. What pious activity she has done, that she is keeping Krishna in the lap, she is going to breathe her last. So Bhagavan said, she is not an ordinary woman. So Bhagavan closed his eyes, and began to mate it. And then he looked, that the scene of Vaman incarnation, came in front of the eyes of Bhagavan. He saw that he himself was Vamandev, and that time he went to the Bali Maharaj palace. And there he begged charity of three steps of land. That time Bali Maharaj promised him three steps of land. And he was very attractive, Brahmachari or Batu Vaman. And seeing the beauty of Bhagavan, the daughter of Bali Maharaj, Ratna Mala, was very charmed, very attracted. And she said, Oh, I should have a son like him. He is such a wonderful Brahmachari. But when Bhagavan first step, conquered whole earth, second step, upper planetary system, and then third step, where should I put? Bali Maharaj said, put on my head. Then Bhagavan called Garud, and bound Bali Maharaj, tightly by the ropes of the snakes, and Varunpash, and then, and threw him to the suttal planet. So that time, Ratna Mala said, if I have a son like this boy, then I would, instead of giving him milk, I would give him poison, and kill him. Because he is so ruthless, and he has cheated my father. So Bhagavan said, so be it. First she wanted to be the mother of Bhagavan, and wanted to give him breast milk. Now later she wanted to change her mind, and she said, I will give poison. So Bhagavan said, I will fulfill both her desires. And then Bhagavan sent her, Ratna Mala became Putana, and Bhagavan, Vaman Deva became Krishna. So Bhagavan, he closed his eyes, and he meditated on this particular pastime. Oh, he remembered that this is the pastime. So in this way, so these are the two reasons. Three reasons. – You think of a child, you know, if some your family person, a family player in front of the city, he was the unknown person, if the child, and they closed his eyes. – It was your own. То есть дети как-то обычно видят какого-то постороннего человека, они только своим доверяют, они очень чутко смотрят на тех, кто появляется, и далеко не на каждого хотят смотреть и кому-то уделять своё внимание. Это тоже одна из причин. Что существует множество причин? И ещё описали, Малабачаре описывает ещё ряд причин. Путана — это авидья, невежество, и поэтому Кришна не хочет на неё смотреть. Следующая причина в том, что Кришна собирался сейчас выпить яд. Он знал, что её грудь смазана ядом, очень опасным ядом, которым она собиралась убить Кришну. И Кришна немного побаивался за нас, Он волновался за наше будущее, потому что всё миросстание находится в животике у Кришны. И если Кришна выпьет яд, то это попадёт и может утравить тех, кто находится в нём, и потому что попасть в духовные материальные миры. И поэтому, чтобы это не случилось, Кришна уже закрыл глаза перед этим и стал молиться Господу Шиве. Шива, ты в прошлый раз выпил яд при пахтане Молочного океана. В этот раз тоже. Я только молоко выпью, а яд придётся выпить тебе. И ещё причина, когда Кришна, когда Путана появилась дома у Кришны, то Кришна думал, Кришна думал, чтобы повторять моё имя. «Человеку так много нужно сукретия, а этой женщине, она берёт меня на руки, после этого я её убью. Кто она?» Кришна, когда в своих играх, Он иногда забывает о том, что Он Бог, Он очень любит играть роль совершенно обычного человека. И очень не любит, когда ему приходится становиться опять в положении Бога. Поэтому, когда он увидел дома, сначала удивился, каким образом она здесь очутилась, а потом он вошёл, попросил свою энергию, которая даёт понимание. И увидел прошлое, увидел о том, что в прошлый раз, когда он приходил, как в Аманаде, такой очень-очень привлекательный мальчик Драмачари, то к Балимагараджу за подаянием. Его дочь, Ратнамала, увидев этого мальчика, стала мечтать, о, как бы мне хотелось тоже иметь такого сына, если бы у меня был такой замечательный сын. А потом, когда Ваманаде забрал первым шагом всю Вселенную, нижнюю планету, забрал все верхние планеты, и чтобы поставить третий шаг, Балимагарадж предложил свою голову, Ваманаде позвал Городу, они связали его особым оружием и змеи, бросили на сутолоку. Видя это, Ратнамала появилось желание, если бы у меня и был такой сын, я бы его отравила. То есть она подумала про то, что они, какой жестокий мальчик. Нужно быть очень, когда у нас нашим Господом, нужно быть очень внимательны, какие у нас появляются желания. Чтобы удовлетворить эти желания, где пришлось родиться, где пришлось родиться, где пришлось, как Путана, Кришна исполнил ее желание. Путана. So, now the question comes about Путана. So, why Bhagavan closed his eyes? Then, Путана, she actually tried to breastfeed Krishna. And Bhagavan became very angry. He began to suck her breast and he closed his eyes and he began to think, Он сказал, что она пришла, чтобы убить все мои друзья, все господи и госпи, которые были бражаваси, которые были в моей жизни, я буду убивать ее. И он начал убивать ее в крови. В самом деле, вместо того, чтобы убить воду, он был убивать ее в крови. И Путана был чувствовать intense pain. Она сначала думала, что я буду убивать эту бабу очень легко. Но она сейчас поняла, что эта баба, она не убивает его. Теперь она убивает ее. И когда ее жизнь началась от ее тела, она была чувствовать intense pain. И она была shouting, что я буду убивать, но Бога сказала, что я обычно не убивать людей. И если я убивать их, я не убивать их очень легко. Потому что, если вы не убивать, я не убивать так легко. Я убивать, что вы идете в spiritual world, тогда я убивать вас. Теперь Путана, сколько она угрожает? Она угрожает 10,000 элитфанты. И с угрожением 10,000 элитфанты, она пыталась угрожать Кршна. Но Кршна была не угрожать. Кршна была не угрожать. Кршна была держать. Какая мощь Бхагаван тоже угрожала. Кршна была не угрожена. И она сказала, что я пойду к Матуре и может мой брат Каунса будет защищать меня. Так что она была на Матуре. И в то время, что Богдан сделал, что есть большая гарденка Каунса, которая была много, много милей, но Каунса была много прекрасных фруктов, как гуава, помегранат, манго, жакфрут, сапота, все осталось из этого гарденка. Но Каунса была понятна, что эти фрукты должны быть ежедлены от меня. Ни, ни Бржаваси, ни Krishna should enjoy them. So therefore, this garden was not meant for service of Krishna. So Богдан thought, what is the use of such a garden, where no offering is made to Бржаваси, and to devotees, and to me. So therefore, Богдан made Putana fall in that garden. And Putana, 12-милей-long, shouting, Мунша, Мунша, leave me, leave me! And she fell in that garden with a big thud. And Богдан was still playing on her breasts, which were like big hills. And this is what I teach to Krishna, If for me somebody making nice garden, everything I can protect. Jogamaya take their, I will give somebody not for me, and I have created the whole world for me. Savasana becomes a one. Everything is for me, if somebody is not for his service to me, once everything I am destroyed, you are able to do everything. When Putana взяла маленького младенца Krishna и стала кормить его из своей груди. Что говорить о том, чтобы убить младенца? Она вдруг почувствовала, что вместе с молоком и вся ее жизненная сила стала выходить. Она почувствовала эту ужасную боль и ничего не могла сделать с ней абсолютно. Она была по силе описывается как 10 тысяч слонов и ничего не могла сделать против беззащитного младенца. Первым делом она с криком вырвалась из дома. «Оставь меня, оставь!» «Чудовище!» – кричала она. Но Krishna в этот момент думал, «Я вообще никого не ловлю, но если кто-то попался в мои руки, я его так легко не отпускаю. Я не отпущу тебя до той поры, пока не донесу тебя до колокий брендавы». И эта огромная демоница Путана искала какое-то средство спасения. И жизненная сила выходила из ее тела. У нее пронеслась смысл о том, что, возможно, Камса меня может спасти. Она взмыла воздух и полетела в сторону Камсы. Когда она летела, Krishna внизу заметил стадик Камсы. У Камсы был чудесный сад. В нем росло много цветов, фруктов, как и представлено, гуава, гранаты, яблоки, груши и все остальное. Но Камса не хотел ни с кем делиться этим садиком. Он думал, что это мой садик. Только я буду наслаждаться им. Никому из Враджаваси он не достанется. И тогда Кришна, вспомнив об этой ошибке Камсы, направил туда демоницу. Демоница вдруг с грохотом падает вниз. Ее размер уже 12 миль. Она падает вниз с огромным грохотом, с распростершими руками, и от садика ничего не остается. А Кришна спокойненько играет на груди у Путаны, как ни в чем не бывало. Ему весело. Кришна. 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 не вода. В ней была маленькой леки, и в ней были большие большие хиллокы. Они были большие хиллы, большие хиллы. Так что, в ней была очень большая, и она была очень фероческой. Теперь вопрос о том, что почему Бог позволяет Путана приехать? Потому что, я не знаю о вашем стране, но в нашей стране, что женщина, который был универ, была intolerана 21 дней. И она не может выйти за 21 дней. Но все Браджавасы, которые слышали, что Мады Ишуды был универ, и они хотят увидеть ребенка, но они не могут быть вне мадры, потому что женщины не могут выйти. Меды не могут выйти. Мады Ишуды не выйти за 21 дней, и она не может выйти за 21 дней. But Krishna thought, the Brajavasis are my devotees, I must give them darshan, they are hankering, they are like fish out of water in separation of me. So Krishna said, who can come inside the maternity room? Who can come where only women are there? Only another woman can come. So Krishna brought this particular female demoness, Putana. She happily came inside and took the baby in the lap and she flew away. And then Krishna actually was playing on her breast. So then all the Brajavasis, they became very happy because they are seeing Krishna now outside for the first time. Otherwise they could not have seen Krishna for 21 days. But now right on the 6th day after his birth, Krishna has come out and is giving them darshan. Then all Brajavasis became very happy and that is how every Brajavasis, they made a long chain of Brajavasis. Every Brajavasis took baby Krishna in the lap, kissed him, gave it to the next Brajavasis. And then whole Brajavasis long chain brought him back to Gokul and gave him the final lap in the Madari Shodha. Everyone got a wonderful chance. Right on the 6th day. Otherwise for 21 days they would have to wait. Putana looked at the tunnel. Putana looked at the whole thing. When the tush was on earth, when the tush is lying on earth, it was only his eyes, but his eyes were looked like a cry of the water. Если тело в 12 миль, то это приблизительно около 15 километров. Это её истинный облик. Такие чудовища были во время того, когда родился Кришна. И там на горе на это играл маленький Кришна. Зачем Кришна всё это сделал? Маградж говорит, я не знаю, как в вашей стране, а в нашей стране, когда женщина рожает, в 21 день она считается нечистой. Она не выходит из дома. И гостям, в принципе, не показывают ни ребёнка, ни мать. Чтобы дурного с глаза не было и всё остальное. И поэтому, когда родился Кришна, мама Ишотта была в женской половине, где Кришна. Даже не то, что в женской половине. Когда мы были в Гакуле, если кто-то был на парикнами, там есть отдельный дом родильный. Рожают даже не дома, а в отдельном строении. Так мама Ишотта была с Кришной, и мало кому удосужилось его увидеть. Все участвовали на празднике, но видеть могли Кришну маленького только некоторые очень близкие женщины, которым доверялось. Ни мужчины, ни лесные жители, которые тоже все ждали Кришну и прослышали, что Кришна появился. Из других деревьев, люди разного класса, они тоже все хотели увидеть Кришну. И Кришна-то знала их желание. Юга Майя знала желание Кришны. Поэтому я думаю, что он устраивает так, что он отпускает женщину-демоницу, которая выносит, походу заходит в палату, в комнату Кришны, выносит Кришну и показывает всем остальным. Когда Кришна играл там, уже на этой туши путаний, то все в Раджаваси действительно сбежались и первый раз увидели маленького младенца Кришну. Они достали, сняли его с этого ужасного большого тела. И у каждого была возможность даже поддержать Кришну в руках, поцеловать его, всмотреть его всего. И так они, все жители в Раджа, по цепочке перенесли его в Гокула к Маме Ишоте. Так что Кришна играл на браста Путана. Путана с браста были очень высокими, как на хиле. Никто не мог бы reach there. Поэтому они привели на большую ладжу. И один Раджаваси climbed на браста ладжу. И они привели к Кришну обратно на браста. И тогда Раджаваси, который был на браста Путана, с помощью того, что Кришна мог вернуться в жизни, и погибать мне опять. То есть они, как они не удерживают, как они развернули его в жизни, и они убранят его, потому что они очень страшные. Но Кришна была самым чистым. Кришна была бы в пустана. Поэтому они браста кришна домой. И потом они красиво бровал ему в кровь. Потому что Гомутра была очень спокойная. Даже ДЕДы были в Путане. Гомотра now scientists have discovered that especially the cow with the hum, Indian cow, the cow urine is a cure for 125 diseases. And even the cow dung is known, if the house is plastered with cow dung, then alpha, beta, gamma rays of the nuclear radiation don't come to their houses. So therefore now even the Japanese have discovered. Here before doing like this, before Vyatwari village, still now our Indian village, you know, this is my village still now, this is cow dung and clay mix and they are working all this way. They are plastering. And many times our tradition, you know, in front of this house, this is the mix, this water with the gober and it is the spray. Still now they are, if some auspicious thing now still, our village still, you see, everything is spread, you see, go, and all auspicious things they are doing there. Now scientists, the researchers, they manufacture so many medicines there, so many medicines there. They found that actually there is a nuclear waste in the nuclear power plant, if you throw that nuclear waste in the ocean, ocean becomes radioactive. If you throw it on the ground, ground becomes radioactive, but if you throw the nuclear waste in the cow dung pile, then all the reactivity is suppressed because there are bacteria in the cow dung which eat away the radioactivity. So anyways, cow dung and cow urine are considered the best medicine, it is part of Panchagavya. So anyways, Krishna was bathed in this cow dung and cow urine and after that the switch or the tail of a black cow was taken and with that tail, tilak was done to Krishna with the cow dung. Like this, tilak was done for protection of Krishna. This is the importance of cow dung and cow urine. The Supreme Personality of Godhead is actually given tilak with cow dung and cow urine. So bath of cow urine and tilak of cow urine. So Nanda Maharaj, he had visited Vasudeva Maharaj. Vasudeva Maharaj had good conversation with Nanda Maharaj. He told Vasudeva Maharaj, told Nanda Maharaj that you know, Nanda Maharaj told Vasudeva Maharaj, oh alas, alas, your six sons were killed by council and one son was a miscarriage and so you are very unfortunate because you could not relish your children's childhood. Then Vasudeva Maharaj said, no, but Nanda Maharaj, you are very fortunate. Although you are middle age, almost 50 years, you have a wonderful son and you are very, very, very fortunate. Now, but he said, Vasudeva Maharaj warned Nanda Maharaj that council is very wicked and there may be some disturbances. Now that you have begotten a son, you must try to protect your son. I warn you that never leave your son alone. There is danger to your son's life. So therefore quickly returned to Braj. So hearing the advice from Vasudeva Maharaj, Nanda Maharaj sat in the bullock cart, came quickly running to Gokul. And that is what he is seeing, that actually a big demoness is there and baby Krishna is being escorted. He is being brought down by the ladder. Nanda Maharaj said, alas, alas, how great astrologer is Vasudeva Maharaj. He knows everything past, present and future. How could he know that such a big disturbance will take place in my absence? Oh, it is my worshipable deity Narayan, the forearm Narayan, who is holding Shankachakra Gadapadma in the hand. He has protected my baby, otherwise my baby would have been harmed. Oh, thank you Narayan, thank you. But it doesn't know that Krishna is Narayan. When Krishna was put on this big deal, Vajjuvasi wanted to remove him, but they doubted that he will be alive. And so they set the stairs to get to the top, but all the time they got distracted and ran away. And they thought that he will be alive again. Then they cut it into pieces, because it was necessary to remove him. And it was then. But it was then. ... and they got a chant. And Muhammad Majd Soana… And remember Msgharad Dheakan Ekshi Kranken. С ведическими гимнами стали петь защитные мантры и ста летилоки из коровьего навоза хвостом коровы. Это очень благоприятно и очень могущественно. Говорят, что сейчас уже доказано, что коровья моча и навоз, он убивает, излечивает от 125 болезней. То есть это считается самым лучшим натуральным антибактериальным средством. Что я бы сказал, что раньше каждое утро хозяйка дома, она обязательно наполнится. Ну там глиняные полы. А сейчас, например, в деревнях до сих пор, где-то меня в деревне тоже, там разбрыскивают коровьи, делают воду либо с коровьим навозом, либо с мочой, разбрыскивают по всему дому. И это будут хорошие антибактериальные эффекты. И это место будет совершенно чисто, никакая нечисть не любит коровьи, навоз и мочу. Кроме того, что я бы сказала, что коровьи навоз даже защищает от радиации. О том, что ученые, когда проводили исследование, если, например, воду бросить какой-то отход радиоактивный, вода заражается. Если в океан сбрасывают, вода там тоже заражается радиоактивностью. Но если пронесить этот навоз, там очень быстро происходит распад, и радиация не может выйти из навоза. То есть это очень хорошая утилизация. И это полезное свойство навоза. Когда, а теперь, когда Ананда Махараджи разговаривали с Васудевым Махараджем, Васудев Махарадж восхищался, вот, говорит, вы уже года, да, вы все-таки, какой вы удачливый, теперь у вас появился сын. Ананда Махарадж говорила, что как жаль, я так вам соболезную, что вы имели шесть детей, но вам так и не пришлось даже увидеть их детские игры, они были убиты этим злотным танцам. Тогда Васудев Махарадж предупредил, и потому что вы должны немедленно возвращаться домой. Он знал прекрасно, Зар, говорил о том, что происходит, о том, что был совет министров. Это все докладывает Васудеву Махараджу. Поэтому он сказал, что нужно непременно, срочно возвращаться домой, там не будет спокойствия, нужно очень осторожно сейчас быть. И когда Ананда Махарадж подвернулся домой, он уже издалека увидел этот дымок, за чего он стал беспокоиться, это сжигали тело, тело этой ужасной демоницы. Когда он подвещал ближе, он просто ужаснулся размер этого демона, о том, что случилось с Кришной, слава Богу, слава Нарайи, Кришна жив. Сначала Ананда Махараджа был восхищен мудростью и проницательностью Васудева Махараджа, а потом он стал молиться и благодарить целого Господа Нарайану. Он узнал, что Нарайан — это Кришна. Мы говорим о Хри-хри-хри-хри-хри-хри-хри-хри-хри-хри-хри-хри-хри-хри. Он сказал, что Матер Ясвад Ясвад, что Он узнал, что проникнулILL Брица. Что случилось в heavier дымок? Путана, который проникнул к этому, как они прочитали тело, Не, без Тилага, наш системы будет быстрее. Двоту будет быстрее, потом Ты не можешь делать ничего. Без Тилага, ты не можешь не прорвать Ладно-кришна, не можешь не читать Гру-мантры. Если Махабраву, Девоте, которая не приходит в Тилага, то Махабраву, он не приходит в Тилага. Причем он очень особычен. И если есть тилаки, вы не используете тилаки? Это получается гражданство в алкоголе. Неоднократно говорит на тилакху. Только вот кладут и они в одному самому денег. Добавь, в той же форме, в третьей форме тоже есть и чернова мирта. Поэтому должны быть тилакхи без тилака. Они не могут делать ничего. Первое дело – они могут поставить тилак в bathroom. Если у вас есть два тилака, поставить тилак в туалет, не только один тилак. Здесь есть двое место. И все могут помнить тилак, не только тилак. Мастер, они устабелись. Они говорят это. Я не надеялась увидеть после этой ужасной картины. Первое дело, что она сделана, стала стараться защитить своего ребенка от всего, от того, что было и от того, что будет. И самая сильная защита – это древняя ведическая мудрость. Самая сильная защита – это ставить тилак на тело с защитными мантрами. И поэтому Ешода сама лично стала Кришне ставить в 12 частях тела эти тилаки. Нет ничего лучше, чем эта защита. И поэтому очень важно, чтобы у вас у всех в ванне на полочке была тилака. И когда вы просыпались и мылись, вы ставили в себе тилаку с мантрами, чтобы вы все были в сохранности. До всех дел очень важно и полезно – это ставить тилаку на тело. Магаря сказала, чтобы у всех в ванне был тилак, и все каждое утро ставили себе эти тилаки на 12 частей тела и со всеми защитными мантрами. А когда Махаправу давал уроки, кто-то студента пригодил без тилаки, он сказал, что мы должны оставить тилак в тилаке. Я сказал про то, чтобы у вас в ванне был тилак, потому что… Я надеюсь, что у вас в ванне, говорит, чисто. Ванна чистая. Чисто, если нет. Чисто. И потом женщинам, говорит, удобно. То есть он такой компромисс, что ли, говорит. Чтобы не забывать, умылся, зубы почистил – это был ежедневный ритуал. Умылся, зубы почистил, нанес тилы. А там в комнате ты вспомнишь про тилы, не вспомнишь – это другой вопрос. То есть Махарадж просто подстраивается к западному. Если, конечно, лучше… Он говорит, что лучше, конечно, чтобы дома это в чистом месте было. А если вы хотите у себя привычку выработать – тилаку ставить, потому что мало кто думает о тилаке. Вначале важно видеть тилаку перед собой, когда ты видишь своё лицо. Тогда ты про неё вспоминаешь и задавишь её на своё тело. А если вы с вами себе ещё доступны? Если в нашу башню, там есть шоуер и тоже толь етки. Если, возможно, то кип тилак. Посмотрите на свой, как вам удобно. Нюх, если ты защищай тий, то кипь, то кипь, то опять же. И надо искать... Не мать... Иисус, Krishna, Рам, Нараяна, Банков, Крисна… Нараяна – тилах. Банков, Нараяна – тилах – Кристоть телах. Нараяна – полна и тий, чтобы пить тили. Рам, Тили – пить с т Och, лиц, т лиц. Рам, Тили — пить, маю, лицен. Аameна – тир, и пить с Трик. Это очень большой глиной. Он сказал, что у каждого божества, у Нарайны всегда есть тилак на лбу. И только говорит, у нашего Кришна маленький тилак. А если посмотреть на Господа Рамачандры и Нарайны, у них вообще на пол-баба большой тилак стоит. На пол-лицана. Это тилак. Тилак он защищает нас, как если вы выходите. Сегодня у вас есть очень большой тилак. Но вы поставите тилак и расстабили это мантра, и вы выходите. Это не происходит ничего. Почему? Это тилак и расстабили это манта. Это означает, что у Кришна есть мантра и мантра. Он полностью контролирует и протекает ваша мантра. Почему Бхагаван Нарайна? Он также показывает, что все тилакы не имеют. Он также показывает его тилак, для разных тилак. Это различные тилакы. Один способ, Кришна, Кришне, Один способ, Кришна, Кришна, Брежерожа и тилла, это прудеж progress. ПрTiffany сказал уддхап, «О уддхап, я поеду моего десятка земля, череда и вода, я довольно инфираю. Я очень оправдывает. Я тоже в таком виде, как ты говоришь, мне такой идет, я полностью индустрия, если я вам не изменился, ну нет, то я хочу, чтобы ты служил меня. Так что ты уже привлекательный индустрия. Какие это? Он сказал, чтоvu, что я соблюдал к подобным чарам. Позzeцов, я каким-то не был пиатрат с помощью этого. Я ищу этот пиатрат на пиатрат. Когда я проходил я тоже И он, что он не может быть влюбленной водой. Я не мог бы быть влюбленной головой, и я был улыбленной пиратой. И он сказал, почему это было, что он не может быть влюбленной тексте? Он сказал, что крисна является вишевикарху, бhakта является асрайевикарху. Но крисна, как он стал лучше, но он стал лучше, что он стал больше, чем он стал более миллион. Продолжение следует... 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 И поэтому этот долг у Кришны увеличивается, увеличивается и увеличивается, но Кришна в высшей степени самый благодарный, он не может не платить по счетам. И поэтому таким образом он может заплатить за свой долг перед своими преданными. Он хочет им послужить, и он хочет взять пыль с их стоп себе на голову. А какой преданный даст ему пыль со своих стоп Богу на голову? И поэтому Кришна, он идет за своим преданным сзади, и пыль с его стоп поднимается и попадает на голову Кришны. И Кришна мечтает об этой пыли со стоп преданных. Поэтому Кришна наносит тилаку. Тилака это пыль со стоп Праджаваси. Даже когда была игра, Кришна была, болела голова. Когда Кришна в дворе заболела голова, он очень умирал в разлуке по Праджаваси. И он мечтал об пыли со стоп своих Праджаваси. Он попросил Нараду принести пыль со своих стоп. Он знал, что никто не даст, кроме Праджаваси. Нарада действительно обошел всех преданных. Если вы даете свою пыль по Багавану, вы идете в ад. Все отказались. И только в Праджаваси, когда услышали, что у Кришны болит голова, они стали, гопи стали стряхивать со своих ног всю эту грязь, пыль, складывать на Нараде в кулечек. Нарад говорит, вы понимаете, что вы делаете? Вы же все пойдете в ад после этого, навечно. Они говорят, да пусть будет все, что угодно, у Кришны же голова болит. И таким образом, нанося пыль, нанося гопи тела, это один из поклонений в Раджаваси. Махарадж, а где сейчас берут эту глину в Раджаваси, когда мы на лобазаре покупали? Когда мы покупали на лобазаре, где они берут эту глину? В Двараках. В общем, все футболы, Нарад, они берут эту глину в Двараках. Это было положено там. И даже там, 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 есть большая лепка. Поэтому, там, они взяли, и они привели к брюшу, и они селены. Гопи говорит, что это так много пыль? Субтитры создавал Dwaraka. Субтитры создавал Dwaraka. Субтитры создавал Dwaraka. Субтитры создавал Dwaraka. Дwaraka. 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 Дарак. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Но потому что Бхагаван Тушит ее Когда ее боди был бурен Фрагменты, как Чандана и Агуру Очень фрагменты Каме из фунерал пырс Путана И смелые фрагменты Многие из всех мест Каме, даже деми-год Каме в небо, Криндарас Каме в небо Но когда они Каме в боди Путана Бурен Они вообще Сынкришна В этом способе Крисна Attracted everyone to himself So here it is said that Jigam sayapi harayas tanam datvapa sadgatim That by giving breast To hari Even to kill him She got such a good destination Her body was purified And she went to Golo So if someone lovingly serves Krishna Like the gopis and the cows Then what good destination they will get No one can imagine Кришна Путана Это страшная демоница Это страшная демоница Нечистая демоница И естественно Если умирает Это тело становится настолько скверным И дурнопахнущим Что никому это не понравится Но Кришна это самое лучшее благование Благовоние Энки-септик Когда Кришна Прикоснулся к путани То вся ее чистота испарилась И когда сжигали куски тела путаны Запах шел Настолько привлекательный Настолько вкусный аромат Что туда слетелись Не только Все местные птицы и звери Но и кинары И Это как ангелы по-русски Что-то Слетелись все небесные создания Чтобы Просто увидеть Откуда исходит этот аромат Я сам Кришна хотел подарить Свой даши Не только в Раджавасе Но и всем тем Кто за километры И за мили Находился от этого места Как вы знаете Сейчас мы будем слушать Об Радхарани Сейчас мы будем слушать Об Радхарани Об Радхарани Жай Жай Сре Радхарани Сре Радхарани Ашри Татва Потому что Продолжение следует... 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 обязательно Вайшнавы, очень возвышенные Вайшнавы. Нам хорошо, мы сейчас просто уже слышим от Вайшнавов. Мы не видим, мы слышим это. А Вайшнавы, они могут видеть это в Шамадбхагаватах. И сравнивает, даётся такая аналогия. Из реки могут пить все. Могут пить люди, животные, птицы. Но из колодца далеко не каждый. Из колодца могут пить только люди. Те, кто для этого нужно ведро, чтобы опустить, набрать воды. Таким же образом, только Вайшнавы, понимая суть Кришны, понимая суть Писания, могут видеть, что там написано слава Радарани. Другим это неводоступно. Радарани это сокровище, это секрет, тайна Шамадбхагаватам. И если мы хотим получить более глубокие объяснения Багаватам, опять же, нужно брать это только Вайшнавы. Никто другой не сможет показать этой Шамадбхагаватам. Про кого? Нет еще. Также вода в реке, она всегда, она может быть чистой, может быть грязной. А вода в колодце всегда чистая. Другая аналогия, это аналогия с хной. Хна выглядит, как маленький зеленый листик, но из него получают красную краску. Внешне это совершенно не видно. Для того, чтобы получить красную краску, нужно высушить эти листы, нужно стереть их в порошок. И потом порошок можно уже смешивать с водой или маслом, он может подержаться месяц или два. Таким же образом, несмотря на то, что Багаватам и не видно внешне, что он написывает Традарани, это суть Шамадбхагаватам. Но сегодня я буду спрашивать все, что я сегодня говорил. Завтра я буду спрашивать все это, сказал Маха Найчан. Я спрашиваю всем, не только один. Я буду спрашивать, что я говорю, как ты? Я говорю, как ты? Я говорю, как ты? Я говорю, как ты? So, now, here a question comes, that why Шughде Госвами did not reveal the name of Radha? So, another thing is that, you are Gurude. Suppose, you have to... Гопаятанижа-гру. Гопа-нижа-мантра. Гопаятанижа-мала. These things are confidential. Especially your guru, should not be the name of your guru or сидda name of your guru. My guru is this manjari, that manjari. You don't tell openly. Because this also... Naratam Dashthakura said, that don't tell how many rounds I am chanting, I am doing this, how many ashtakams, I am doing nirjaleka dashi. Don't tell how much bhajan you are doing, that I am weeping all the time when I am chanting, Are Krishna. These things have to be hidden. And especially your guru, name of your guru should not be disclosed. Because my guru is this manjari, that manjari, like that. Because you see that even Gauraganandesha Dipika, Kavikaranapur has written this book. He has mentioned the сидda name of Rupa Goswami is Rupa Manjari. Oh, this is Lavanga Manjari. This is Rati Manjari. But his own gurudez name, oh, he has not mentioned. Oh, sorry, this is etiquette. We should not mention the сидda name of your guru. So, anyways, Shukadeva Goswami's guru is who? Radhika. Radhika is the parrot of Radhika. So, Shukadeva Goswami, before he is going to recite Srimad Bhagavatam, he went to Radhika. And he asked that, I am going to speak Bhagavatam. Then Radhika said, please don't mention my name. Please don't mention my name. So, therefore, he hid the name of guru. Because guru's name should not be told to anyone and everyone. The second thing is that how the deeper sentiments will manifest in the heart. The deeper sentiments will manifest in the heart when the sentiments are hidden. If the sentiments are exposed, then just like the camphor which is kept in the open box will evaporate. The scent that is kept in the open box will evaporate. So, similarly, the sentiments will vanish. Take example, how a potter, a person who is making pot, pot maker, how he is able to make the reddish color utensil. or the utensils. What he does is he takes the clay. Like in India also, just here is a black clay. In Siberia, we have also black clay there. But when, he will mix the mud very nicely and he will pass it through the cloth. Then he will actually pound it nicely and then using a wheel, he will make nice pots. Then they are still not very concrete and strong. So then he will dig a pit and in that pit he will keep the pots on top of that. He will put charcoal and wood and he will set it on fire. Now the pots are completely covered by the charcoal and wood and on top of that there is earth and it is kept burning for one or two days. So then, due to the heat, that black color utensils they become completely red. So red is the color of love. So love for Radha Krishna will manifest in your heart. It will reach its maturity only if only if you keep these sentiments hidden in your heart. So therefore our Aradya Daiva just like you chant mantras when you are chanting mantras how you should chant mantras? You are not supposed to shake your hand, leg here, look here, look there. Also it is told that even your teeth should not be seen. Forget about opening your lips. Teeth should not be seen. Eyes should be towards the nose. You should not be looking here and there with full open eyes. Eyes should be half closed. Because if you fully close the eyes you will fall asleep. If you keep it fully open you will see the whole worldly activities. So keep it on the nose. And this is how you can conquer lust. You can conquer everything. Conquer Radha Krishna. If you focus while chanting. So and mantras should not be uttered loudly. No one should be able to hear them. Like that. You have to keep your fingers like this and you have to count like this. No gap should be in the fingers. Otherwise the Japa will escape from the gaps between the fingers. So many rules are there. So in this way Shukadeva Swami is hiding the identity of his guru hiding the identity of Hishtadeva so that the bhajan will mature very quickly. These are the secrets of doing bhajan. So this is a jewel in the heart of Shukadeva Swami. Radha Rani is a jewel of his heart. He is not telling everywhere Radhi, Radhi. He is hiding it. If you have a wealth in the heart of his heart, Вы не будете об этом кричать на улице другим. Ценное должно находиться в секрете. И чем более оно ценное, тем более оно скрытое от посторонних глаз. Махараш начал говорить с того, что имя Гуру, в частности, и его Сиданам, то есть его духовное имя, какой он там манджарик, кто там в духовном облике, об этом не рассказывается посторонним людям. Имя Гуру, свои мантры, которые мы получили от Гуру, имеется в виду Гайфри мантры, Гуру Гайфри, Кама Гайфри, они не рассказываются никому. Это то, что каждый держит у себя в сердце, в своем секрете. Когда Кави Карнапур написал Гаура Ганадешу Гипику, он написал, кто является кем. Написал Гупа Гасамита, Рупа Манджари, Санатина Гасамита, Лаванда Манджари. Но он там не упомянул своего Гуру. Таков этикет. Далее. Когда мы повторяем имя своего Гуру, это должно быть в секрете. Для Шукадева Гасвами, его свамини, является этим самым ценным и дорогим, который он не хотел так же упоминать Шамат Бхагаватам. И кроме того, он и спрашивал Шамати Радыке о том, что может ли он ее упоминать. И Радыка тоже этого не разрешила. Итак, когда мы читаем свои мантры, они должны быть, как Махарадж объясняет, нужно очень внимательно читать мантры. И не просто с распахнутыми глазами, чтобы смотреть, что происходит в этом мире. А с полузакрытыми глазами, смотря на свой нос. Мантры должны читаться, если мы закроем глаза, то мы заснем. А если мы откроем глаза, то будет мешать нашей медитации. Поэтому глаза полузакрыты и смотрят на кончик носа. И при этом тело тоже не двигается, не поворачивается влево и вправо. Это такой принцип медитации, который Кришна описывает в Бхагаватхите. Если мы будем раскрывать свое ценное, если мы будем говорить, какие откровения нам приходят, особые откровения. Если мы будем говорить налево и направо мантры, которые мы получили от Гуру. Если мы будем говорить, сколько кругов я повторяю каждый день. Как я плачу в подушку по Кришне. Как мне рады Кришна в приходе. И так далее и тому подобное. У вас очень быстро все это закончится. Как камфора испарится. Камфора испаряется моментально. Сразу и нет этого запаха. Так вот, как только мы начинаем говорить о том внутреннем процессе, которое у каждого происходит в сердце. Людям посторонним. Можно просто все это потерять. Поэтому Шука дает без с вами не говорить о своей возлюбленной Шимати Радхи. Далее. Процесс повторения мантры я сказал. Ахаха 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 Ахахаха Ахахах Анархи Ахаха Великая Эта Ахаха Ахахах h building Ахахаха и Ахаха Ахаха Если Krishna будет приходить, то он будет приходить с entire entourage. Он будет приходить с queen, с ministers, с staff и servants. Поэтому Krishna будет приходить и Радика будет приходить. Если Krishna приходит, то Радика будет приходить. Поэтому, если кто-то интеллигент, они будут приходить приходить. Также, это было сказано, что парокшавадаха-рисхаха-прия. Риши, сентябрь, они любят индивидурующие, не директы. Есть какая-то beauty в индивидурующихся, которая не имеет никакого значения в том, что не имеет никакого значения. Один раз, Матер Сита, вместе с Рамом и Лакшманом, они были в лесу. Они были в воду. И там, многие красивые женщины тоже приходили в воду. И в то время, женщины, они приходили к Ситаму. Они спросили Ситаму, кто ваш муж? Потому что они увидели, что Рамом дурвадала, шамом, очень красивый, красивый, красивый человек. И также есть очень красивый, очень красивый, очень красивый, очень красивый. И они не знали, кто ее муж? Он сказал, что Рамом дурвадала. Он сказал, что Рамом дурвадала. И так, в Индии, женщина, чтобы подчеркнуть свою красоту, она обязательно носит вуально свое лицарство. И так, в нашей культуре, мы всегда должны держать эти красоты. Рамом дурвадала. И так, в будущем, все должны приходить, в этой культуре. И так, в будущем, все, все, как Гопи, Радхарани, все, как Гопи, Ситам, все, как Гопи, Ситам, Магарыш говорит, в таком правиле. Ведами. Женщина покрывает голову вуалью. Это признак смирения женщины. А также подчеркивает ее красоту. Женщины, говорят, в Индии, они носят вообще только, чтобы глаза видны были. Если открытое лицо у женщины, то она не так красива, как если только намеха, потому что там есть лицо. И поэтому даже женщины, которых темное лицо, или некрасивое... ...брахмачари, Ахни-гри-хаста, also, чадар. Чадар, our government. Without чадар, we cannot go and try this dirty house. If not чадар, we cannot dirty house. So, Бхатуман, our Vankirtan. Галабастра-крит-анжали Ваишнава-никате Дханте-труна-кари-дхана Ивони-шхапате Галабастра, like the galabastra, but this is very humble. This is very humble. Who is married and not married? Yeah, put it in sense, by chance. Like when the pulsi dhoti, I see the chattara also. То есть признак порядочной женщины это то, что у нее голова покрыта вуалью, платком, как угодно. Я не закончила. Даже если женщина, например, некрасива, у нее некрасивые черты лица, закрываясь вуалью, она кажется очень красивой женщиной. Поэтому невесты, когда они выходили, вот там уже не покрывают лицо, потому что, возможно, это очень-очень красивая невеста. Потому что появляется некоторая пляна, там окрой, гульчик, кормящий, и как там дожди. Гульчик, кормящий. Гульчик, кормящий. Гульчик, кормящий. Гульчик. Но когда они поставили в голову, в целом, в целом, в целом, в целом, они выглядят красивыми. Очень красиво. Да, когда они в голове должны были красивыми. Гульчик, кормящий. Мужчины считают, что очень красиво, когда у женщины покрыты голова, покрыты волосы. Все гопи, они все с покрытыми головами, если посмотреть на все изображения. Если они без покрытой головы, это абсолютно непонятное изображение. Искуань может быть. Искуань может быть. Искуань. Как все будут планы и будут планы. Искуань. Искуань и говорит, что всем может быть. Без того, что они Вайшнавы. Какой признак Вайшнавы внешний? Головастра должна быть в ношении. Что такое Головастра? Чадар обязательно должен присутствовать у каждого мужчины. Здесь нет Брахмачари и Вайшнавы, как у нашего Пуджари, например. Вот это Вайшнав сидит. Он тоже с этим Головастра. Тарун Кришна, Прабу Вайшнав. Кто-то Вайшнав, кто-то Вайшнав, кто-то Вайшнав и так далее. То есть для женщин эта голова покрыта, говорит, о том, что она Вайшнаве. А у мужчин Головастра должна присутствовать или Чадар. И кроме того, вот эту Головастру одевают даже не совсем вот так. Ее правильно одет в Пуджари и правильно одета у Ананда Мохана. У Таруна Кришна, Прабу, тоже неправильно. Знак смирения это так, как сейчас одел Ананда Мохан. Когда это делается как петля, то есть вокруг головы. Это знак смирения Вайшнава. А вот так вот это царское ношение Головастра. То есть надо закидывать туда, как шарфиком. Вот две стороны необязательно, а в одну сторону. То есть либо в одну... Да, вот это... Вот это правильное ношение Головастра у каждого Вайшнава. Вот чтоб не только женщины страдали. Радарани это самое ценное... А, так как Радарани это сама красота Шима Бхагавата, она должна быть скрыта в Шима Бхагавата, чтобы это была самая высшая красота. К тому же Кришна, когда... Кришна, что такое Кришна? Кришна это царь. Но когда царь появляется, он обычно не хочет со своей супругой. Супруга находится в палатах и скрыта во дворце. Поэтому Кришна, он себя показывает в публике, а Шима Бхагаваты там только для особо доверенных людей. Ее только тем представят. Далее, святые люди всегда говорят косвенно. Доносят для нас косвенно. Как вы рассказали историю, святые люди – возвышенные личности. Если посмотрите, как Веда объясняет Паракришну, если вы посмотрите, как в Раджаваси разговаривают между собой, они все разговаривают вокруг да около. Всем ясно, но в этом красота речи, поэзия речи. И рассказали примеры с Рамой Ситой. Когда Рама, Сита и Лакшман были в ссылке, однажды пришли красивые женщины за водой. Увидели Ситу, Раму и Лакшмана. И они спрашивают, а кто ваш муж из них? Там был безумно красивый мужчина с зеленоватым оттенком кожи. Как Шила Городев говорит, вот вены какие видно? Вот этот зеленый оттенок. Вот такой вот цвета Господь Рамачан. Вот этот прекрасный мужчина с таким оттенком. И один и другой с золотым оттенком тела. И они хотели просто узнать у него по-женски, а кто ваш муж? И тогда Сита ответила им, вот это мой сват. Сват обозначает брат мужа. А указывая на Раму, сказала, а это его старший брат. То есть она сказала... Фактически она сказала, что она во муж, но сказала об этом костном. В этом красота речи. Поэтому Шимати Радыка не говорится напрямую, что ГДВ Госвами Шимати Радыка. В этом красота, величие и тайна. В этом красота речи. В этом красота речи. В этом красота речи. В этом красота речи. Стриматы Радыка. Стриматы Радыка. Стриматы Радыка. Так как это, это Гопи-гип, это Гопи-гип. Продолжение следует... 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 Шимати Радика. Шимати Радика — это Расешвари, верховная правительница, императрица Раса. Продолжение следует... 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 Как же это произошло, что Радыка родилась у горы? И это Юга Майя так устроил. Вообще, постоянно есть разные объяснения. Это присутствует в разных Пуранах. Каждый день Брамы, игры происходят по-разному. И поэтому Вашнавы, они трактуетелем их Пураном, дают нам разные объяснения. Игры к Кришне бесконечны. Вообще, каждый раз подумал. Вот сейчас говорят о том, что Киртида – это вечная мать Радыки. Ее Гамай перенесла, когда Киртида забеременела, ее из Киртиды в супругу Видялчила. И там родилась же мать Радыка. Когда Киртида искала всех новорожденных, ей велено, чтобы она убивала младенцев мальчиков и приносила всех девочек. Когда она увидела этих очень красивых маленьких девочек, младенцев, она забрала их себе. Так получилось, что она и выкрала их, и взмыла воздух. Гора, Гавидлай, стала видать. Он попросил своего гуру помочь, и тот стал читать мантры. Он прочитал особые мантры на эту Путана, от чего та впала в забытье и выронила девочек. И эти девочки упали в красивые лотосы в разных местах Вараджа. Откуда их принесли, например, в Ришабану Махараджу Бравали. Когда он пошел при Матимаганде, там был прекрасный лотос, где лежала Шри Мать Радыки. Точно так же нашли Чиндравали, Лалиту, Вишаку и принесли их домой. Да, когда Радхарани незвайте, он воскликнул, и он просил свои глаза, и он просил их глаза. Когда он открыт глаза, он просил их глаза. Когда нашел Нарад, когда он воскликнул Нарад, крисна он в Жиле, и он корпус, а также на месте Радхарани. Но он не смеялся к нему. Теперь он ходил к нужным городам, проживас. Вkat Official ваянхо, Борель, например, куда Лалита, сам бихо герал. Когда Рабал, когда Акчхи Рисвана Махаража, он привез в Сридам. Он сказал, что у него есть дом, который он привез в дом, и он привез в Данилов. Он привез в Данилов и Данилов. Он хочет пройти в Данилов. Но как он претензал в фадер-маде? У него есть свой mood. Он сказал, что он привез в швастиват, и он привез в Ашри бад. Продолжение следует... 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 Так Нарада ушел туда. Радыка так и оставалась маленькой девочкой с закрытыми глазами. Почему с закрытыми глазами? Потому что она не хотела никого видеть в этом мире, кроме как своего возлюбленного, возлюбленного Кришну. Кто нужен для Бопи? Только Кришна. Что говорит Ишимати Радыке? Но это очень огорчало всех ее близких. И когда однажды был праздник, очередной праздник, мама Ишуда справляла месяц рождения Кришны, опять приглашали все в Раджаваси, Киртида Дели тоже пронесла свою маленькую лялю, маленькую Радыку. И они положили Радыку в одну люльку с Кришной. Кришна сразу почувствовала, что положили Радыку. Но Он повернулся к ней. Он повернулся к ней, протянул к ней свои ручки. И все старшие, они уже ушли, они занимаются своими делами. Им весело, они поют и танцуют. И Кришна и Радыка остались одни. Кришна протянул свои ручки к Радыке и стал похлопывать ее по плечу. Дескать, я здесь. И это был первый момент, когда Ишимати Радыке открыла. Первого, кого она увидела, это был ее возлюбленный Кришна. Потом забежала Киртида Деви и увидела, что Радыка распахнула свои глазки. Она была так счастлива. Она стала всех кричать и сзади смотреть, и Смотрите, Радыка смотрит. И это был второй замечательный повод для еще более шумного веселья. Радыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...